МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Заморозить цены на проезд в общественном транспорте на 6 месяцев. С такой инициативой общероссийское объединение пассажиров обратилось в правительство страны. Такую миру объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации. В ряде городов в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы. В частности, уведомления от перевозчиков о повышении цен уже получили мэрии Хабаровска и Уфы. Напомним, Ангарск в стороне не остался. И везде транспортники ссылаются на рост себестоимости поездок из-за подорожания запчастей. Заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей утвердила прокуратура Ангарска. Их обвиняют в том числе в избиении человека с ограниченными возможностями. По версии следствия, в октябре прошлого года в квартире одного из домов 102-го квартала ранее судимый гражданин забрал у мужчины, имевшего инвалидность, два сотовых телефона. Впоследствии он и его подельник с целью получения денег на приобретение спиртного напали на хозяина квартиры и, причинив ему телесные повреждения, забрали мониторы и системный блок компьютера. Похищенным замоушленники распорядились по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба превысила 30 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. До 10 лет лишения свободы грозит 38-летнему ангарчанину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент случился в октябре прошлого года в одном из гаражных кооперативов. Конфликт между мужчинами начался на почве спора о пользовании автодорогой на территории ГСК. В итоге обвиняемый из оружия ограниченного поражения выстрелил оппоненту по имени Роман в голову. Мужчину доставили в больницу. Известно, что ссора началась раньше. Вот они сцепились. Вроде разодрались, надо было разойтись. Он это дело не спустил, схватил лопату с этого грузовика, ударил Ромку два раза по голове. То есть здесь был Влад. Влад это все дело увидел, полетел их разнимать. Он лопатой Владу проредил. То есть такая вот ситуация. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Две недели до комфорта, вкусных ужинов домашних, две недели ждать всего-то и готова кухня ваша. Кухни Лабиринт. От бесплатного замера до полной готовности 14 дней. Лабиринт. Всегда выгодно, всегда качество. Узнать больше о достопримечательностях города можно с помощью проекта «Куаргид», который придумали в Ангарске. Сотрудники Института географии Сибирской академии наук и разработчики проекта встретились со школьниками и студентами. О чем говорили собравшиеся, знает Ксения Высоцкая. Проект начал свою работу в январе. В памятных местах города установили таблички с краткой информацией и QR-кодами. Чтобы узнать подробности, достаточно иметь камеру на смартфоне и доступ к интернету. Одним из инициаторов проекта стал Михаил Новиков. Сегодня мы презентуем проект «Куаргид». Этот проект был поддержан фондом культурных инициатив, президентских грантов на сумму около полумиллиона рублей. В рамках этого проекта мы сформировали базу достопримечательностей Ангарского городского округа, сформировали несколько исторических маршрутов и, самое главное, подготовили таблички с QR-кодами каждого нашего объекта. И сейчас эти таблички устанавливаются. То есть основная суть проекта – это ознакомление наших ангарчан с всеми историческими объектами нашего города. Ну и, конечно же, привлечение туристов, которым удобная форма QR-кода позволит достаточно быстро и в полной мере найти всю информацию об этом объекте. Презентовали проект школьникам и студентам. Во встрече также приняли участие представители Института географии Сибирского отделения РАН. Они занимались поиском и обработкой информации о исторически важных местах города. Когда мы проводили исследования по рекреационным ресурсам Ангарского городского округа, это, во-первых, большой потенциал туристический есть. Это у нас Саватиевка, Одинск, ну и сам Ангарск. Потому что Ангарск у нас как бы представляет Петербург миниатюри. Ребятам рассказали о возможностях проекта QR-гид, туризме в городе и рекреационных ресурсах Ангарского городского округа. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Своебразный урок мужества провел для воспитыванников юности председатель Совета ветеранов Ангарского городского округа Александр Бондарчук. Причем лекция состоялась не в стенах какого-либо учебного учреждения, а прямо в спортивном клубе, который располагается в подвале одного из домов 22-го квартала. Александр Бондарчук – человек в городе, да и за его пределами известный. Офицер в четвертом поколении, бывший военный комиссар Ангарска ведет активную общественную деятельность. А за свои поэтические сборники стал обладателем медали, выпущенной Союзом писателей России к 125-летию Есенина. Дома многодетный отец, заботящийся о любимой жене, трех сыновьях и дочке. Руководит Советом ветеранов, увлечен патриотическим воспитанием молодежи. Бывает, в день проводит по три такие встречи. Основная масса, большинство, ну абсолютно большинство реагирует нормально, положительно. Я всегда, когда провожу такие беседы, всегда смотрю в лица, что они чувствуют, что они ощущают себя, представляя на их месте. Ребята действительно, особенно последние годы, просто в них можно прочитать в глазах патриотизм. Да, ребята настолько осмысливают все эти беседы, сопереживают. Вот очень много всегда вопросов задают. Вот и вопросы, в общем-то, такие взрослые вопросы. Обычно общение с молодежью проходит в школах, колледжах и техникумах. На этот раз приглашение поступило неожиданное. От спортивного клуба «Юность». Напомним, его воспитанники активно занимаются хоккеем, фигурным катанием, боксом. Летом принимают участие в футбольных турнирах. Как считает руководитель СКА Василий Петров, детям необходимо давать полезную нагрузку не только на мышцы. Сейчас обстановка, сами понимаете, в стране какая происходит. Нашим детям надо доносить нужную и полезную информацию, чтобы они знали, что происходит. Ну и, соответственно, патриотический дух детям надо залаживать с детства. Поэтому моя задача осуществилась, цель. И дети теперь будут на периодической основе получать уроки военно-патриотического воспитания. Уроки патриотического воспитания Александр Бондарчук будет проводить и в дальнейшем. И, конечно, клуб «Юность» без его внимания не останется. Альберт Домнин, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск. Презентация сборника стихов «И снова жизнь» состоялась в Центральной библиотеке города. Книгу представлял сам автор Александр Обухов. Поэт учился мастерству лично у Валентина Распутина и Александра Ванпилова. Итак, смотрим. Со своими стихами Александр Обухов в Ангарске не впервые, но каждый раз читает по-новому. Поэт из областного центра по образованию физик, но своим призванием считает именно публикацию книг. В коллекции его трудов есть сборники как для детей, так и для взрослых. В 2004 году был принят Союз писателей России. Вирус литературный вошел в меня с далеких студенческих времен. Я учился параллельно с Валентином Григорьевичем Распутиным, с Аней Ванпиловым, с Андреем Румянцевым. Жили в одном общежитии, общались мы. И вот там этот, как я говорю уже, вирус в меня вошел литературный. Строчки Александра Ивановича просты в понимании и где-то ироничны. Именно поэтому привлекают столько желающих знакомиться с его творчеством ближе. Интерес проявляют и композиторы. В исполнении Николая Липунова прозвучали 15 песен на стихи поэта. Две из них звучали на всесоюзном радио. На сегодняшний день у меня издано 10 книг и книжец. Из них два сборничка стихов для детей. Одна книга литературовеческая называется «Слово о букве». Александр Абухов является соавтором многочисленных литературных сборников. В последние годы проводит достаточно много литературных встреч. Его стихи звучат в библиотеках по всей Иркутской области. Ксения Высоцкая, Алексей Резник. Новости 360. Ангарск. Третье командное место заняли бойцы ангарского ОМОНа на чемпионате по стрельбе управления Росгвардии по Иркутской области. Турнир проходил на полигоне «Стеклянка» и собрал более 50 участников. Как это было – далее. Десять. Восемь. Девять. 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 Судьи внимательно осматривают мишени. В личном зачете каждое попадание играет немаловажную роль. Ведь при одинаковом количестве очков для определения лучших подсчитывают число попаданий в десятку. Чемпионат по стрельбе из разных видов оружия областного управления посвящен Дню Росгвардии, который отмечают 27 марта. Данные соревнования являются одним из основных показателей навыков и умений военнослужащих сотрудников о владении своим табельным оружием. Разумеется, девушек мы тоже не могли обойти стороной. И девушки представлены от каждого подразделения. В дисциплине – пистолет. Но если представительницы слабого пола работали с пистолетом Макарова, то у парней, разумеется, задача была сложнее. Скоростная классическая стрельба из ПМ автомата Калашникова также показывали мастерство с помощью снайперской винтовки Драгунова из разных положений. Участникам турнира пришлось вести между собой сильнейшую борьбу, а разрыв между коллегами был минимален. Каждый старался показать максимальные результаты. В итоге первую ступень педестала почета заняла команда «Шквал» спецподразделения на транспорте. Второе место у бойцов Иркутского ОМОНа «Удар». Тройку лидеров замкнули представители ангарского отряда. Кроме того, два человека получат звание мастера спорта по стрельбе, шесть росгвардейцев выполнили норматив КМС. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте! Это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 26 марта осадки прогнозируют синоптики. Днем температура воздуха составит 1 градус выше 0. В темное время до минус 5. Ветер юго-западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 716 мм ртутного столба. В Листрянке преимущественно солнечно. Днем плюс 1. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 6. Ветер северо-восточный 1,3 м в секунду. Спонсор прогноза погоды компания МРТ-лидер. МРТ-лидер – высокотехнологичный медицинский центр. Ранняя диагностика заболеваний при помощи современного оборудования. МРТ-лидер. Точная МРТ-диагностика по честным ценам. Ангарск, 277-й квартал, дом 22. Телефоны 60-77-60, 60-77-70. МРТ-диагностика с современными и точными аппаратами в центре МРТ-лидер. Специалисты МРТ-лидер проводят высокотехнологичные исследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический центр МРТ-лидер. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу преимущественно солнечно. В обед 2 градуса выше 0. Ночью минус 6 и снег. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангара-Медиа». А я желаю вам отличного настроения. В любую погоду.